Всем привет, ребят! Всех с наступающим! Я тут заболел, в общем. Ну, вы уже по предыдущему ролику видели. Так что сейчас вот получил посылку от Ольги Чередниченко. Точнее, получил вчера вечером, так как вчера тоже поднялась температура, уже ничего не стал снимать. И сейчас уже вечер, опять поднялась температура. Но, думаю, надо уже снять обзор. А то, мало ли, там опять какая-нибудь рыба вдруг испортится. Она и так уже ночью прожарежала в тепле. Так что вот, пью тонны таблеток. О, блин, врагу не пожелаешь, заболел под Новый год. Ну, ничего не поделать, сейчас будем снимать обзор. В общем, распаковываемся посылка. Все-таки послала она мне посылку. Уже третью, получается. Кошмар. Хотя я просил уже, говорю, умолял. Не надо больше, не надо. А Ольга все равно говорит, от души, от души. Я такой, ну, ладно. А я не люблю в долгах оставаться. Все равно, получается, что я опять в долгу. Получается, она хоть и говорит, больше мне ничего не присылай, но я сам решу. Может быть, что-нибудь тоже еще раз пришлю. В любом случае. Тоже от души. Я мальчишка такой, это, упрямый и непослушный. Козерог по гороскопу. Тут даже подписано для дебилов. Вверх нит, чтоб не переворачивали. Значит, возможно, там какая-то жидкость, которая может перевернуться. Какая-то интересная бумажка. Не знаю, для чего она. Клиенту банка почетный клиент. Ну, это, не знаю, что это такое вообще. Ладно, потом почитаем. Почта банк. Батайск. Коммунистическая. Да, господи, сколько тут всего. Вот, корм. Все-таки прислала корм. Хотя я говорил, не надо. Но она говорит, уже прочитала поздно, уже отправила раньше. Но, в принципе, вот этот корм, это еще нормально. Я его, в принципе, иногда кошке даю. Хоть я и даю лечебные специальные для стерилизованных. Но вот этот вроде тоже неплохой. Тем более, тоже для стерилизованных. Иногда, когда ей этот надоедает, я сам иногда такой покупаю и ей мешаю. Так что, спасибо, Ольга. Этим, в принципе, угодила. Этот я не пойду кошкам там всяким бездомным давать. Ого! Шпроты! Реальное фото. Шпроты натуральные. Две упаковки, ребята. К Новому Году. Хотя мне, если честно, сейчас вообще не до закусок, не до вкусняшек, когда болеешь. Ничего не хочется. Я вот даже салаты себе не пошел, не заказал салаты. Хотя вот надо себя чем-то в Новый Год побаловать. Ну, не знаю. Спасибо за шпроты. Уберу в холодильник. Опять грецкие орехи. У тебя там их что, Ольга, клондайк что ли? Ты их что там рожаешь? До этого мне послал грецких орехов, там килограмм. Еще, блин. Офигеть. Но ты говорила, что у тебя там родственники, там их... Да, вроде как... Ну, как там сказать-то? Поставляют тебе орехи, и ты решил со мной поделиться. Класс. Еще куча орехов. Но вот этот пакет я уже отдам маме. Тот себе оставлю. Пускай она тоже грызет. Спасибо. Тут сколько? Тоже, наверное, килограмм с небольшими. Офигеть. Еще корма. Вот это вообще не знаю, что за корма. Впервые вижу. Но какое-то типа лакомство. Да. И, кстати, вот по поводу этого лакомства. Я слышал что-то. Что вроде как кошкам мне ветеринар советовал. Его давать не рекомендуется. Знаешь почему, Ольга? Потому что он сказал, если хоть один раз кошка попробует вот это лакомство, после этого она уже не захочет есть другой корм. Потому что сюда что-то подменьшивают. Сверх такое, как наркотик для кошки. И типа, если она вот так вот учует запах, все. Она будет с ума сходить. Она будет там по полу кататься. И типа, прямо кайфовать. И типа, и будет только просить вот этот корм. Вот это вот лакомство. Дай мне лакомство. Дай мне лакомство. Дай мне лакомство. А ты говоришь ей, иди, он у тебя в миске наложен корм. Она подойдет, понюхает, нос будет воротить. Типа, говорит, нет. Я теперь вот хочу вот это. Я один раз попробовал, и теперь все время буду хотеть это. Ну, как мне ветеринар сказал. Так что, я вот спрашивал про эти вот специальные лакомства. И он говорит, типа, не советую. Иначе она очень сильно на них подсядет. Это как наркотик. Так что, я даже боюсь на Новый год Ксюшке такое насыпать. Как бы ее не испортить после этого. А то она нормальный корм есть перестанет. Ну, в любом случае, спасибо. Попробуем. Надеюсь, не испортим этим лакомством ее отношение к корму. Губка. Ха-ха-ха-ха. Губка. Одна губка. Видать, что-то просто проложить кинуло. Мыло. С ароматом алоэ. Вкусное. А ну, Ксюшка, сидите-дю-дю-дю. О, что-то с газетки. Да тут целая матрешка. Коньяк. Пять звезд. Отлично. Я хоть и не пьющий человек, но спасибо за алкоголь. Если ты не против, с твоего позволения, я отдам его маме, потому что я не пью. Маме отдам. Она там выпьет на Новый год. А, я понял, что тут за семейство. Это целое семейство губок. Ха-ха. Ольга проложила весь поддон губками. Видите? Чтобы дно было мягкое. Целую упаковку этих губок. О. У меня у самого их полно. Ну, теперь я, походу, буду, на полгода вперед буду посуду мыть. Можно не покупать. Хе-хе. Так, это у нас набор. Лучше для тебя, мужчины, нет. Гель для душа и шампунь. Вот. Это тема. Это я люблю. Тем более у меня шампунь уже, по-моему, заканчивается. Геля для душа у меня много. Мне такого часто дарят. А вот шампунь прямо дефицит. Вот. Спасибо большое. Так. И последнее что-то тут в коробочке осталось. От Батайска. Целый Клондайк опять. Опять целый Клондайк мыло. С ароматом сирени. Ну все, я весь буду чистый, с ароматом лаванды, сирени, блин. Руки будут паснуть, весь буду мытый, чистый и бритый. Так, что тут еще? Еще губочка. О-о-о, еще мыло. Ну прямо все. Можно открывать мыльную фабрику. Честно. Губки и мыло. Все. Открываем мыль. Все, уфык, отойди. Опять обстать и встрет, сейчас камера будет трястись. В общем, мыло. Короче, мыло тоже маме отдам половину тогда. Куда мне столько мыла? И что-то тут кружечка какая-то. Последняя. С пупырышками. Все. Ну хорошо, что все проложено. Ничего не поломалось, не треснуло. Радости в новом году. Вот. Такая вот кружечка, ребят. Красивая. Все. Доехала. Ничего не треснуло. Ничего не поломалось, Ольга. Так что вот. Не переживай. Все хорошо. С годом тигра. Все. Красивая кружечка. Будем чай пить. Мне вот тоже на тот день рождения кружечку дарили. Мне вот на тот день рождения тоже вот дарили. На юбилей. За тот точнее. Видите там. Мне сегодня 30 лет. Вот. С фотографией. Вот. Она у меня так в серванте для красоты и стоит. Я из нее ничего не пью. Так что. Хватит кружки коллекционировать. Надо начинать из них пить. Хе-хе. Так что вот. Ребята. Сейчас выпил таблетки. Я думаю через полчаса отпустится температура. Слабость такая. Знаете. Ничего не хочется. Такая. Расслабон. Горло першит. Настроение вообще на минус. Но Ольга тоже говорила, что у нее настроение на минус. Предновогодняя вот эта суета. Честно вообще не ходил ни салата, не готовил. Ничего не заказал даже в ресторане себе на Новый год никаких вкусняшек. Буду есть какие-нибудь макароны с котлетами. Мне вот честно Новый год, не Новый год. Для меня это обычный день. Просто вот так вот перелеснется и все. Господи. То есть вот настроение такое пессимистическое, типа, ну, депрессивное. Тем более болею. Вот, в общем. И вот такой вот у меня обзор опять вот на минус, блин. Ну, в общем, потому что вот, не знаю, вроде надо снять-то. Если бы знал, что тут ничего такого нету, скоропорчащего, можно было, конечно, и снять потом, когда выздоровлю. С настоящей улыбкой, с эмоциями. А сейчас у меня опять все. Никаких эмоций, честно. Вот. Ну, Ольга, я тебя в любом случае вот благодарю, что ты у меня есть, появилась на Ютубе. И что ты меня хочешь вот прямо от души отблагодарить уже третий раз. Спасибо огромное за эти все посылки. Буду есть орехи. Одну шпротину отдам маме. Орехи одни отдам маме. Коньяк отдам маме, потому что не пью. Вот это оставлю себе. Это тоже, может быть, побалую Ксюшечку, в любом случае. Попробую. Мыло половину тоже отдам маме. Вот. Так что вот, что-нибудь разделю. Вот, Ксюшке на Новый год всего тут. Просто огромное-огромное спасибо. Просто я не знаю, что сказать. В любом случае, я в долгу не останусь. Что-нибудь я после Нового года как-нибудь соберусь силами. И тебе еще пришлю какую-нибудь ответочку. Тоже что-нибудь еще от себя. С Новым годом. Просто, если честно, у меня нет никаких сил, ни эмоций, ничего. Ну, в любом случае, спасибо всем, ребята, за внимание. Пошел я дальше лечиться и выздоравливаться. То есть мне скорейшего выздоровления. А вам всем, всем-всем-всем уже с Новым годом. Желаю вам всем счастья, добра, улыбок, позитива. Крепкого здоровья вам. Это самое главное. Вам и вашей семье. Семейного благополучия. А по поводу Ютуба я вам всем желаю оставаться всеми такими же хорошими. Не бросайте Ютуб. В любом случае, даже если вы считаете, что он уже все равно, вам ничего не получается. Вы идите до последнего. Будьте кремнем таким, типа, все равно давите свою линию, гните. Я думаю, все равно улыбнется удача. И когда-нибудь вас тоже кто-нибудь заметит. И меня когда-нибудь тоже, думаю, кто-нибудь заметит, что у нас все выстрелит. Что все у нас получится. И мы будем процветать. Так что желаю по Ютубу вам процветания вашего канала. Всех-всех-всех благ. Всех обнял. Всех люблю. С Новым Годом. Хлопушку взорвать не могу, потому что ее нету. Всем пока. Спасибо еще раз большое, Ольга.